Здравствуйте! С информацией Гидрометцентра России. Прогностического центра метео вас познакомлю я, Ольга Паршина. На юге и Дальний Востоке погода остается нестабильной. В среду здесь местами пройдут дожди, но Хабаровское и Владивосток они не коснутся. Температура поднимется до 20 градусов. В Иркутске будет плюс 27, ожидаются кратковременные дожди. А в Красноярске за атмосферным фронтом произойдет настоящий обвал холода до плюс 15. В Юг Западной Сибири берет под защиту антициклон. В Новосибирске плюс 20, в Омске 24. В Екатеринбурге в дневные часы до плюс 30 и начнутся небольшие дожди. На Русском Севере объединят свои усилия сразу три циклона и погода здесь обещает быть облачной, сырой и не жаркой. В Архангельске днем плюс 22, временами дождь. В Мурманске похолодает до плюс 14 и даже в Калининграде пока не выше 24, а дожди будут идти весь день. Центр ждет перерыв в осадках. Среда станет самым сухим и самым жарким днем этой недели будет 25-28. А холодный атмосферный фронт с дождями уходит в Поволжье. В Нижнем Новгороде в среду тоже около 25 кратковременные дожди. В Казани жара спадет до 26 градусов, а дожди временами будут очень сильными. Зато в низовьях Волги и Дона ни капли дождя. В Астрахани 36, в Донецке и Ростове на Дону 30-32. И в Крыму до плюс 30 ярко светит солнце. В Сочи 28 градусов, тоже погода ясная. Дожди прошумят лишь местами в горах. В Петербурге в среду 20-22, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. А в Москве днем преимущественно без осадков и 26-28, но с четверга опять грозовые дожди и похолодания. Здравствуйте, о погоде на завтра вам расскажу я, Евгения Неронская. На Дальнем Востоке погода начинает налаживаться. Причем и в Континентальной, и на Доходском море постепенно заполняется. Дожди еще брызнут на юге Магаданской области и на севере Хабаровского края. А на юге края температура слегка приободрится днем 20-22 градуса. Но в лидерах по-прежнему Зубайкалье, в Чите 25. На юге Восточной Сибири, в Иркутской области доходят и до 28. А вот западнее температура расти не торопится. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае 15, максимум 20 градусов. А на Урале столбики термометров поднимаются все выше и выше. В Уфе и в Челябинске уже 30 и локальные дожди и грозы. На европейской территории два заметных циклона. Один кружит на Кольском полуострове. Фронтальный раздел от этого вихря гремит до самого Поволжья. От Сыктывкара до Саратова дожди и грозы. Местами на Средней Волге град и шквалистый ветер днем уже 23-28 градусов. И только в Саратовской области еще около 30. Второй циклон. На этот раз скандинавские уже подходят к западным областям. Вновь дожди и грозы в Калининграде. Там днем не выше 22 градусов. А к вечеру зона осадков достигнет Пскова и Великого Новгорода. На очереди центральный регион. Но в среду погода еще порадует и солнцем, и теплом. Температура по-прежнему на 2, на 4 градуса выше нормы. В большинстве городов от 23 до 28 тепла. Дожди подойдут не раньше четверга. На юге традиционно горячо. Плюс 30-35, а в низовьях Волги до 40. На побережье более комфортная температура. В Сочи и в Ялте около 28 градусов. На небе не облачко. А вот в республиках Северного Кавказа еще могут грянуть дожди. В Петербурге тоже дождливо. Около 20 градусов. Дальше станет прохладнее. В Москве плюс 27. Днем без осадков. Ночью может грянуть гроза. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. За прошедшие сутки в отдельных районах города выпало почти 60% от месячной нормы осадков. Наибольшее количество на западе и юго-западе столицы, а также в Тенау. Сильные дожди сопровождались грозой и порывами ветра до 14 метров. Аварийные бригады оперативно ликвидировали скопление воды. Ливень с грозой накрыл Москву и сегодня. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 8 вечера. Как отметил Бирюков, в столице приняли меры по защите от порывов ветра жилых домов, объектов транспорта и строящихся зданий. Также подготовили источники аварийного питания. Ввиду ухудшения погодных условий в Москве дежурит порядка 300 бригад ГУПМОС «Водосток». 290 единиц техники. Особое внимание уделяется пониженным местам. Вода самотеком уходит в сеть. При необходимости бригада обеспечивает пропуск воды. При возникновении скоплений воды вы можете направить информацию в диспетчерскую службу ГУПМОС «Водосток», а также в социальные сети. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров. Горожанам рекомендуют быть предельно внимательными на улице и не прятаться под деревьями. Ирина Полякова, погода в нашей метеостудии. Ирина Полякова, Ирина, в Москве душно второй день и влажно. Вот, наверное, девушки меня поймут, укладка пушится и совсем не держится, когда уже воздух проветрится. Да, и в тропики ехать не надо, чтобы прочувствовать, что такое тропическая погода. Тропики приехали сами, но как приехали, так и уезжают. Сегодня в центральных областях последний привет от южного циклона. Еще одна порция сильных ливней, но дождевое одеяло опять не сплошное, опять накрывает избирательно по системе, которую можно спрогнозировать только за 2-3 часа. Ну а сам циклон, его основная воронка уже на севере, вот что сейчас видят камеры на метеоспутнике, мощные сплошные облака именно там и зона внушительных осадков. Теперь Мурманская область, Карелия, запад Архангельской области, до республики Коми хватит и похолодает на 2-3 градуса. В Мурманске сильнее, завтра не выше 14-15. Ну а следующий циклон придет не с юга, а более традиционно с запада. Поэтому и погоду нам принесет более традиционную. Первым ее почувствует северо-западный район, новые дожди и более прохладный воздух. До центра он доберется в пятницу. Вот в пятницу разогреченный воздух и заменится более подходящим для июня в средней полосе, без душных тропических ночей. Ну и новые грозовые дожди при этой замене неизбежны. Они в четверг уже сильные, грозовые, только среда позволит немного отдохнуть от осадков. По Волжье пока дождях. На юге локальные ливни, только в горах, а так солнце и жара. Температура морской воды в районе Сочи плюс 24. И столицы. В Петербурге завтра плюс 21 с ливнями и грозами. В Москве дождь возможен ночью, а днем солнце. И максимальная температура воздуха плюс 26-28. В четверг снова ливни, а потом и прохлада. Спасибо, это был прогноз погоды. Тропические ливни фактически одномоментно накрыли сразу несколько регионов нашей страны. Ульяновск утонул. На каждый квадратный метр вылились десятки литров воды. Грозу сопровождал ураганный ветер. Находчивые жители города строят из подручных материалов вот такие плацредства, а водители снижают скорость до предела, пытаясь избежать гидроудара и попадания в дорожные ямы. Вот этому автовладельцу сегодня крупно не повезло. Под колесами его внедорожника в разгар непогоды провалился асфальт. Новосибирск сегодня накрыл залповый ливень с градом. Короткие замыкания на электросетях оставили без света более 8 тысяч человек в 12 населенных пунктах. От удара молнии загорелся двухэтажный коттедж. К этому часу огонь уже потушен. Мощный грозовой фронт прошелся и по столице Татарстана. Разряды били в многоэтажные жилые дома. Проливной дождь затопил тротуары, дворы, улицы. На дорогах тем временем проходят массовые спецоперации по спасению заглосших и уплывающих по волнам машин. Ну а отважные курьеры пытаются доставить свои заказы в срок. Молодец, молодец. Месячная норма осадков выпадет в Москве в июне. Об этом сообщили в гидрометцентре. Уже сейчас эта норма перевыполнена почти вдвое. И текущая неделя гарантированно дополнит копилку осадков. Но завтрашний день станет приятным исключением. Синоптики обещают, что среда будет сухой и умеренно жаркой. В нашей студии Виктория Черникова. Виктория, здравствуйте. Ну что получается, завтра на денек можно забыть про зонты и курты? Да-да-да, Денис, все верно. Завтра мы попадем в окошко между циклонами. Атмосферное давление подрастет и температура уже заметно повысится. Даже на севере Подмосковья к полудню будет около 25. А на юге области до плюс 28. А дожди с утра возьмут паузы почти на сутки. В Москве предстоящей ночью 15-17. Местами кратковременный дождь, гроза. Днем переменная облачность и без осадков 26-28. Такой прощальный привет жаркой погоды ждет нас в среду. А в четверг столичным регионом подойдет Балтийский циклон. Вновь польют дожди, прогремят грозы. И ветер в четверг может усилиться до 20 метров в секунду. Днем уже не выше плюс 25. А в конце недели погода спокойнее, но еще прохладнее. И в ближайшем обозримом будущем возвращение жары, увы, не предвидится. Спасибо о погоде, рассказала Виктория Черникова.